Но если шляпа сдохнет, значит такая у нее судьба. Видать, ей не судьба жить. Ой, я вижу, начинает светлеть. Да, появляется такое что-то вроде как пенки. Очень интересно. Пена, 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 как на маске начнет. Потом капать, вот так начнет пена. Ничего подобного нет. Я уже сразу сюда сейчас добавлю ванилинчик. У меня ваниль кристаллический. И все, будет он все время на сарафане. Тоже такой вот лайфхак. Всем привет, девочки мои. Я иду по своей любимой тенистой аллее. Одела шляпку, солнцепек. Куда иду? Иду забрать заказик в Фаберлик. Ну и заодно, думаю, надо начать новое видео. Покажу вам заказик. Что я заказала на этот раз. Разные подарочки. Новиночки. В общем, много чего интересного. Дома сегодня сижу под сплетом. Сегодня выходной день. И, в общем, дома оазис. Я прямо не знаю. Под сплетом так хорошо. Смотрю сериал. Продолжаю снимать сериал. Продолжаю смотреть сериал «Охота Монте-Пердидо». Ну, в общем, название такое. В общем, там круто раскручивается сюжет. Но, да, ну, я как и говорила, прежде, что сериал чуть-чуть скучноват. Ну, так вот он немножко растянут мне как-то сильно. Ну, в принципе, мне спешить некуда. Да, вот я его и смотрю. Ой, шляпу эту, вот знаете, думаю, одевать, не одевать. Я понимаю, что солнце сейчас высоко. И без шляпы будет туговато. Но ветерок подует, шляпа слетает. Я сейчас думаю зайти в магазинчик, купить какие-нибудь, не знаю, может быть, ленточки, тесемочки. Что-то вот пришить сюда, чтобы если шляпа слетит, чтобы она не улетела, чтобы я за ней не бегала там и не ловила. Мне приходится сейчас ее придерживать руками. Вот так что дошла я до магазина. Сейчас зайду, может, посмотрю, что там. Скажу вам потом. Пришла я домой, девочки, посмотрела шляпу. Я смотрю, по аллее шла, думаю, что-то у меня плямкнуло на голову. Тютина. Ну, у нас это тютина называется. У вас по-другому. Но вот такие пятна от фруктов обычно я вывожу кипятком. Не знаю, как кипяток перенесут вот эти нитки капроновые. Но если шляпа сдохнет, значит, такая у нее судьба. Видать, ей не судьба жить. Потому что если сейчас будут пшикать пятно выводителями, там все равно что-то останется. А, тут еще вот одно. Одно пятно. И вот еще одно пятно. Так, ну ладно, давайте попробуем кипяточком. И спорчу, так и спорчу. Закипятила только что я чайник. О, кипяток не хочет выводить это пятно. Ой, это плохо. Не выводится. Ну ладно, попробую тогда еще какими-нибудь пшикалками. Если не выведется, значит, выброшу шляпу. Значит, не судьба мне ее носить. Вот так я скажу. Так, ну залила я это ванишем. Пусть она немножко полежит. Потом посмотрим. Так, девочки. А я как раз тесьму купила. Купила тесьму для этой шляпки. Чтоб шляпка у меня не улетала. Думаю, возьму. Веревочки пришью. Ленточки вот такие тоненькие. Метр 10 рублей стоит всего лишь. Посмотрю. А может и не придется пришивать. Так, что еще? Я в пятерочки зашла, взяла весовой изюм. Это изюм по 29 рублей 100 грамм. Маленькое молоко. Это взяла я для творога, для запеканки. В молочном ларьке взяла творог 5-процентный. Два пакета по полкило. И там. В общем, 300 рублей вот это все стоит. Огурчики по 80 рублей у бабушки взяла. Вот видите, такой большой пакет. Всего лишь 80 рублей. Наконечная взяла черешню темную по 220. Ну, нормальная черешня. Но она там стоит дешевле, чем у нас в ларьке. Ну и хлеб пятерочки. Все. Все, что я прикупила. Фаберлик покажу попозже. Девочки, ну давайте посмотрим, что я заказала в Фаберлик. Вот эту краску я заказала в номер 5-4. Это для моей любимой соседки. Я в прошлый раз заказала ей маску для волос. Для укрепления волос. Ну, для редких. Вот этот шампунь тоже к маске, к этой, в общем-то, подойдет. Питательный шампунь для всех типов волос. Ну, я решила все и заказать из одной серии. Уже. В общем, если человек как бы будет сейчас уход за волосами делать. Ну, посоветовала. Здесь ценные масла есть. Шампунь питательный для всех типов подходит. И, в общем, решила я туда уже ей. Она этой маской, той маской пользуется как бальзамом. Там после мытья головы. Ну, и как раз до кучи, в общем-то, уже пускай будет шампунь из той же серии. А после этого шампуня будет пользоваться той маской. Ну, и краску для волос. Вот я предложила ей поменять краску, потому что, ну, она покупает и не очень дешевую, и не очень практичную краску. Мы решили с ней выбрать вот такую красочку. Это лесной орех, по-моему, цвет. Ну, она такой вот, как каштановый, примерно такой цвет. Сейчас у нее темно-каштановый, но на самом деле у нее светло-каштановый, и ей больше всего подходит. В общем, это я ей заказала. Еще заказала ей губную. Ей нравятся мои губные. Ну, из вот тех, которые я пользуюсь. Она выбрала цвет 40825. Так, не видно, да? В общем, 40825. Но я эту распаковывать не буду. Вот она, эта губная у меня, она распакованная. 4825. Ну, вот такой вот нейтральный цвет, очень приятный. Такой цвет ей идет. И вот она захотела, чтобы я тоже ей такой заказала. Ну, и удобно вот на магнитике закрывается. Для себя я заказала мицеллярный гель для умывания. Я вот хочу такой попробовать. Гель для умывания. И как раз вот заодно, думаю, возьму такую рукавичку. Это тоже для умывания. Она с двух сторон. И вот, я думаю, как раз будет удобно. Ну, она такая вот будет, как мне, как мочалочка. Ну, она махровая, как полотенчик. Надо открыть. Ой, она даже, я не знаю, даже не махровая. А я даже не знаю, как сказать, какая она. Как плюшевая, что ли, такая. Ну, в общем, мягенькая. Очень нежная такая, приятная. Вот как раз вот это вот будет у меня новиночка. Надо будет попробовать с вами вместе. Но это будет уже, может быть, в другом видео. Ну, будем тестировать, девочки. Для себя я взяла также вот бальзам-ополаскиватель. У меня шампунь есть такой. А бальзам закончился. Я взяла новенький. Корень, солодкий и чистотил. Баланс и свежесть. Для склонных к жирности волосам. Это как раз то, что нужно мне. Из новинок я взяла Global Oxygen. У меня такая серия уже есть. Я пользуюсь такой серией. Но решила, вот я попробовать. Это у нас что? Это кислородная пенящаяся маска для лица. Я пенящуюся маску делала, когда на ткани. А вот решила взять такую. Ну, и попробуем, как оно будет вообще. Я думаю, пенится, будет хорошо. Так, посмотрим, как выглядит. Ага, вот такой вот пузыречек у нас. И, наверное, пшикнешь, и она будет пенится. О! Смотрите, как она выглядит. Ну-ка, посмотрим, будет она пенится или нет. Подождем чуть-чуть. О, я вижу, начинает светлеть. Да, появляется такое, что-то вроде как пенки. Очень интересно. Это вот кислород. Видите, да, пенится уже. Здорово, здорово. Я рядом прям. Надо будет попробовать прям сегодня. Заказала я себе, девочки, лак для ногтей. Решила попробовать вот такой вот он лак. Ну, он непрозрачный пузыречек. Но, посмотрим, какой цвет. Я ногти на руках не крашу, но когда делают педикюр мне на дому, я вот как раз люблю такой вот примерно цвет. Ну, в общем-то, да, хороший цвет. И как раз вот, если два слоя покрасить, будет то, что нужно. Артикул 7906. Вот такой цвет. Там есть еще приблизительно похожие, но другие разные оттенки. Ну, в общем, есть выбор. Для сына я заказала шампунь-гель. Два в одном. Он таким уже пользовался. И не раз я ему брала. Ему очень нравится. И он сказал, что у него уже заканчивается. Я ему заказала еще. Но по акции прицепом там можно взять второй товар. И тогда два товара получаются дешевле. Поэтому я взяла ему дезодорант. Тоже той же самой серии, который продлевает запах. Запах, который есть в шампуне. Вот так что это у нас спрей. Надо попробовать запах мне. Очень приятный запах. Запах свежести. Как раз вот то, что нужно мужчине. Я думаю, сынок, тебе это понравится. Пользуйся на здоровье. Девочки, решила заказать я для Насти вот такую расческу. Потому что у нее очень длинные волосы. По пояс. И расчесывать маленькой расческой не очень-то удобно. Все-таки у ребенка не детские волосы, так сказать. Длинные. Здесь покрытие софт-тач. Очень такая приятная ручка. На краешках вот такие, чтобы не царапать голову. Такие вот эти, как они, кружочки. Ну, очень приятная расческа. Очень классная. Я бы такой сама бы пользовалась. Но у меня волосы короткие. Поэтому у меня маленькая расческа. Меня она устраивает. Так. Ну, это мои настюлечки. Тоже настюлечка. Пользуюсь на здоровье. Ну, и еще для семьи и сына. Я, значит, заказала концентрированный гель для мытья посуды. С биоэнзимами. Это вот вроде бы новинка. С ароматом яблока. И, надеюсь, понравится этот запах. Ну, они уже пользуются таким тоже не раз. Я уже заказывала не раз. Против сложных загрязнений помогает. Удаляет нагар и стойкое жировое. И засохшие загрязнения. Подходит для мытья детской посуды. В общем, 0+. Вот нарисовано 0+. Подходит для всех. Для всей семьи. Это очень здорово. Ну, и еще Наташа мне сказала, что у них порошок заканчивается. Заказала для них я стиральный порошок. Калор. Можно цветные. И, в общем-то, все ткани. Ну, постельное белье сейчас тоже, значит, цветное у всех. Ложечка тоже прилагается. И, в общем, концентрированный порошок. Три килограмма заменяет одна пачка вот этого порошка. Для этого дается мерная ложечка, чтобы не сыпали слишком много порошка. Но его совсем чуть-чуть достаточно хорошо все экстирает. Ну, и каталог, как всегда, девочки. Каталог 11 уже на следующий период будет. С 26 июля по 15 августа. Вот такая симпатичная обложка. Большая летняя распродажа. Здесь нарисовано. Я надеюсь, будет уже много-много разных скидочек. Ну, скидочки всегда есть. Акции всегда существуют. Перечеркнуто. Есть такие скидочки, где два предмета берешь. А будет еще дешевле стоит. В общем, заходите, девочки, на сайт. Ссылочку я оставлю внизу в описании. Заходите, выбирайте. Очень много интересных здесь. Есть вещей и для дома, и для лица, для кожи, для тела, для волос, для всего. Одежда тоже для детей есть, для взрослых. В общем, посуда. Много чего интересного. Вот так. Доброе утречко, девочки мои. На улице 7 часов. Выходной день. А я уже давно не сплю. С 4 часов. Уже успела смонтировать вам видео. Ой, классно. На улице тишина. Еще не жарко. 27 градусов у меня на градуснике. Хотя в комнате уже 29. Но пока что легкий вроде как сквознячок. Подобие сквознячка я стараюсь еще держать. Ой, птички разлетались. Ласточки кричат. Еще раз доброе утро, девочки мои. Хочу протестировать я сейчас пенищуюся маску. Хочу еще вам сказать, что мицеллярный гель для умывания. Вот этот, который я вам показала с вечера. Я сегодня утром, ну я проснулась 3 часа назад. Я его утром нанесла. Прозрачный такой гель. Приятный запах, нежная текстура. Нанесла и умыла. В общем, приятно. Мне понравилось. Но я потом наносила крем. Поэтому я сейчас возьму просто тоник. Ну удалю. Если там что-то у меня с кремом осталось просто. И хочу я пенищуюся вот эту вот масочку нанести. Посмотреть, как она там пенится на лице. Но ее держать недолго. 2-3 минуты. Помассировать еще 2-3 минуты и умывать. Поэтому сейчас мы быстренько все это протестим. Так, протерла прекрасно. Вот она масочка. Я вам показывала ее вчера. Глобал Оксиджен. В общем, куча кислорода. Куча кислорода для моего лица. Поэтому я буду наносить руками. Потому что так быстрее. Нужно избегать область вокруг глаз. Так, надо побольше. Маловато будет. И все. Ну я так просто заметила еще вчера. Что она прямо начинает быстро пениться. Поэтому ее надо раз-раз. Побыстрому нанести. Двину я засекла. Но она буквально вот начинает пениться. Я даже чувствую. Ой. Немножко такое, знаете, чекотание на лице. Она уже вот пенится у меня. О, классно. Еще чуть-чуть. Раз тестим, значит, надо уже все это. Все намазать, чтобы везде попало. Вот тут. Прикольная. Ну это, знаете, как тут написано, что она мгновенно снимает усталость. В общем, если перед каким-то мероприятием можно ее нанести. Перед использованием макияжа тоже. Такая вот классная, классная прямо. Прямо классная. Ну и она должна у нас начать пениться прямо на глазах. Давайте посмотрим, подождем. Так, чуть-чуть еще можно сюда вот так поместить. Сейчас подождем. Я покажу вам, что будет через 2 минуты. В общем, девочки, пенка, она появляется сразу. И потом она как бы вот перестает пениться. Через 2 минуты, в общем, ничего такого. Но там написано ее еще раз как бы чуть-чуть помальсировать немножечко. И смыть. Ну я чувствую ее на лице и чувствую какое-то ее воздействие. Ну, в принципе, мне нравится. Да, она запенилась только один раз очень быстро. И потом эта пена как бы перестала пениться. Нету такого, знаете, вот что я ожидала, что сейчас вот пена, 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 как на маске начнет. Потом капать, вот так начнет пена. Ничего подобного нет. Все, нанесла, подержала и умыла. Вот. Ну, ощущения приятные. Пошла умываться. Все, девочки, я эту масочку смыла. И у меня есть крем тоже Global Oxygen. Также я его нанесу. И пускай куча кислорода будет у меня на лице. Вообще, эта масочка, это как экспресс маска. Ее не нужно долго держать. 3 минуты, собственно говоря, уже достаточно для воздействия. И это нравится, когда вы спешите. Если куда-то там нужно быстренько-быстренько вам привести себя в порядок, не нужно эту маску держать, как обычные маски 15-20 минут. 3 минуты, все, лицо готово. Так, ну и все. Теперь мой речка будет отдыхать. Утренний уход сделали. Протестировали прекрасно. Что у меня сегодня еще надо. Сейчас мне надо стирочку включить. Свои вещички кое-какие надо просто освежить. Просто освежить. И все. Ну и потом, что я буду делать дальше, пока не буду говорить. Потом узнаете попозже. Девочки, высохла моя шляпка за ночь. От пятен не осталось и следов. Но это мне Ваня, конечно, здорово помог. Ну и вот она ленточка. Это вот самая приближенная по цвету, что я выбрала. Самая близкая. Я эту ленточку хочу пришить. Ну вот сюда, вот к этой ленте как-то так пришить. Не люблю шить, но придется иголку с ниткой взять в руки. И, в общем-то, буду завязывать, если ветер. А если нет ветра, буду убирать. Не знаю, что получится, но что-нибудь получится. В общем, без веревочки никак носить ее невозможно. Девочки, решила я с утра пораньше сделать запеканку. Так, полстакана манки, полстакана сахара, полстакана молока. Молоко налью в манку. Или можно в манку в молоко, не важно. Чтобы маночка немножко разбухла, пусть постоит. Немножко надо помешать, чтобы молоко проникло вниз. Так, прекрасно все стоит, пусть разбухает. Творог я вот такой вот вчера купила. Не знаю, хотела взять развесной, но мне продавец посоветовала взять этот. Говорит лучше, 5% не взяла. Творог я сейчас буквально отправлю. Творог пахнет хорошо, вкусно. Вот не кислый, бывает, возьмете отворог кислотой какой-то пахнет. Это хорошо пахнет. Рассыпчатый, поэтому мне и посолить не нужно. Да, еще изюмчик я беру. Тут у меня два сорта изюма. Залить надо водичкой, чтобы он постоял тоже чуть-чуть как бы разбух. Так, сюда отправляю я сахар полстакана. Яйца. Два-три яйца, но я беру два, потому что я заметила, что два яйца достаточно. Яйца летом я проверяю всегда, потому что они бывают, попадаются не очень хорошие, не очень свежие. Так, одно нормально, второе нормальное. Так, ну, манка с молоком, они уже сделали свое сцепление, в общем-то, долго даже ждать не нужно. Это я отправляю сюда. Даже густоватое, придется еще, наверное, молочка добавить. Так, девочки, у меня еще есть йогурт термостатный. Я думаю, что можно вместо сметаны добавить сюда йогурт. Не думаю, а я знаю, что можно. Поэтому я сюда отправляю йогурт. Ну, тоже примерно там полстакана, в зависимости от того, насколько жидкое, не жидкое. Но я смотрю, что творог, он сухой, поэтому я сейчас сюда добавлю еще молочка. Сейчас размешаю, посмотрим. Так, соли чуть-чуть, я соль на глаз солю. Ну, можно так, пол чайной ложечки, на кончики. Сейчас все это перемешаю, посмотрим. Ну, я уже вижу, что здесь не хватает жижи. Немножко оно должно пожиже быть. Иначе будет сухая запеканка, а сухая быть не должна. Я уже сразу сюда сейчас добавлю ванилинчик. У меня ваниль кристаллический. По вкусу. Все это еще раз перемешаем. Я, наверное, сюда уже добавлю йогурта чуть-чуть осталось. Добавим йогурт. Если будет мало, значит, тогда молоко еще добавлю. Девочки, если в твороге есть какие-нибудь комочки, которые плохо раздавливаются ложкой, вот я беру вот такую топталку для пюре. И вот так вот все это быстренько перемешиваю топталкой. И тогда все уже размешивается хорошо, и комочки разливаются. И все это равномерно перемешивается. Вот так вот я и делаю обычно. Так, ну все, у нас уже смесь готова. Сейчас нужно включить духовку, подготовить форму, и это все вылить в форму. Да, не все, еще изюм. Изюм уже я помыла. Изюм готов. Ну комочки я обычно разбиваю еще до изюма, чтобы уже изюм там не мешался. Так, все, равномерно размешалось. Все прекрасно, смесь готова. Попробуйте на сахар, бывает очень кислый творог. Если сахара недостаточно, можно добавить. Ну, когда творог нормальный, то полстакана на килограмм сахара, на килограмм творога, полстакана сахара достаточно. Все. Попробуем. Все, прекрасная смесь. Все, девочки, переложила я формочку. Это застелено бумагой. Духовка у меня разогрелась. Теперь мы это дело отправляем в духовочку. Все, будем наблюдать. Минут на 40-50. В общем, девочки, я взяла шляпку, пришила туда тесемочки с боков. И вот так вот, если на улице ветра нету, тесемочки я убрала туда, под колпачок, и вот так можно идти. Если дует ветер, тесемочки вот эти снаружи сделаем. Пусть они вот так вот тут висят. Не хочу их затягивать под этот вот самый. Просто висят, как, так вот будут болтаться, типа как сомбрера, да. Если ветер подует, шляпку унесет, она далеко не улетит. При том, что ее можно вот так вот снять, и пусть она там на спине, если она вдруг там не нужна, чтобы в руках ее не нести. Тоже вы там есть какой-то свой резон, да. И все. По тенечку прошла, на солнце вышла, раз ее одела. Ну, в общем, короче говоря, варианты появились, и меня это, в общем-то, радует. Не ровно. Я думаю, что тесемочки пустить и будут. Потому что до конца лета еще далеко, еще будет жара, еще будет солнце. По солнцу приходится проходиться, потому что не везде у нас есть тенечек. Так что вот такие вот ленточки здесь я завязала, и пусть оно так и будет. Все прекрасно. Еще хочу на свой новый сарафан, который вот здесь завязывается, я выходила в нем. Там тоненький поясочек есть, я хочу впереди его пришить. Я отпорола резинку. Резинка не нужна мне совсем. Она там, ну, немножко давит, немножко мешает. Я хочу отпороть, вернее, резинку отпорола, хочу вот этот тоненький поясок, чтобы он не терялся, чтобы его не искать. Я просто впереди его пришью до боков, а сзади буду завязывать. И все. Будет он все время на сарафане. Тоже такой вот лайфхак. Все, девочки, запеканка готова. Она у меня выпекалась час. И теперь нужно дождаться, пока она остынет, только потом можно будет резать. Я еще сверху ее яйцом помазала. Все, девочки, запеканочка моя готова. Я ее уже разрезала, она остыла. Угощу соседку. Соседка меня вчера вечером котлетами вкусными угощала. Так, ну и надо же попробовать, что это у нас получилось. Ну, я знаю, что получается, запеканка всегда вкусная. Поэтому рецепту один и тот же рецепт всегда делаю. Ну-ка. Ой, объедение. Запеканку люблю с детства. А этот рецепт такой, как в садике. Кто не делал еще, попробуйте. Ну, вот и все, девочки мои. Запеканку я поела. Очень вкусная, как всегда, прям вкуснятина. Все, вещи постирала. Делала такую, другую туничку. И, в общем, хочу уже завершить видео. Но я же вам говорила, что я начинала смотреть фильм Охота в Монте-Пердидо. Я вчера досмотрела этот сериал. Там, по-моему, 8 серий. И они там по час 15 где-то идут. В общем, в целом, хочу сказать свой отзыв об этом фильме, сериале. В целом, сериал, как бы мне понравился сюжет. Хороший, интересный сюжет. Я бы так расценила, что это детектив, триллер, драма. Вот как-то так. Единственное, что они немножко растянули. Вот это вот, ну, все это раскручивалось, раскручивалось. Они как-то его растянули. Это испанский фильм. Ну, они любят вот это вот. Как мыльные оперы, да. Но в целом, загадка есть. И интрига есть. И интрига держится. Весь фильм. И каждую серию кого-то подозревают. Потом оказывается, что это не он, кто похитил девочек. И в итоге вот раскручивали там, как события происходят в одной деревне, пропали две девочки. Через пять лет одна нашлась, вторая не нашлась, вторую ищет. И подозревают всех. Но понимают, что это кто-то из этой деревни, но там все друг друга знают. И, в общем, потом все друг друга подозревают. В конце концов оказывается, что это совершенно неожиданный персонаж. На кого не подумаешь, тот оказался этим похитителем. Но, в общем, интересный. Вот кто любит такого плана, общего сюжета, да, можете посмотреть. Ну, а я на данный момент видео уже проверила, опубликовала, которое я утром смонтировала. А, в общем, сейчас уже нужно будет заниматься мне вот этим вот видосом, который сейчас снимаю. Ну, и хочу поискать еще какой-нибудь сериальчик, что-нибудь такое тоже, чтобы меня захватил сюжет, и чтобы мне было интересно смотреть следующую-следующую серию. Потому что бывает одно-две серии посмотришь и выключаешь, потому что не захватил, не зацепил. Вот мне главное, чтобы зацепил фильм. Поэтому, если какие-то, знаете, такие сериалы интересные, которые прямо цепляют, интересно смотреть, любопытно, что же будет дальше. Ну, напишите в комментариях, буду очень рада. На Иви все бесплатные детективы я уже давно пересмотрела. Ну, а сейчас я подписалась на Иви и могу по подписке тоже какие-то сериалы смотреть. Поэтому, если кто-то что-то смотрел, жду от вас подсказки, какие можно посмотреть сериальчики. Или фильмы какие-то интересные. Ну, люблю я детективы, триллеры, вот что-нибудь такое. Ну, все, мои хорошие, на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, как всегда, подписывайтесь, кто не подписался еще, пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok